Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границы. Привет, Земля! Это еженедельные новости науки и космоса. Китайские спутники Цяньфань оказались значительно ярче, чем спутники западных систем. Исследование показало, что яркость спутников колеблется от 8 до 4 величины. Это делает спутники достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом и значительно выше порога 7 величины, рекомендуемого профессиональными астрономами, что снижает помехи для основных наземных обсерваторий. Астрономы отметили, что спутники Цяньфань ярче 6 величины, за исключением случаев наблюдения на низких высотах в небе, и что они будут оказывать негативное влияние на профессиональную и любительскую астрономию, если операторы не снизят их яркость. Исследование проанализировало изменение яркости спутников в зависимости от высоты и обнаружило, что оно хорошо согласуется с моделью с большой плоскопанельной антенной, обращенной к Земле, и солнечной батареей, направленной от Земли. Астрономы, участвовавшие в исследовании, заявили, что провели исследование с целью повышения осведомленности и надеются подтолкнуть к изменениям в конструкции последующих спутников Цяньфань. Они отметили, что SpaceX внесла изменения в конструкцию своих спутников Старлинк, поскольку ранние наблюдения показывали, что их космический аппарат поколения 1 повлияет на астрономию. Пока неизвестно, отреагирует ли на исследования компания CPS, которая разработала спутники Цяньфань. Представитель компании не ответил на вопросы о том, контактировал ли центр с представителями китайской промышленности или правительства по поводу яркости спутников. Спутники Цяньфань представляют собой лишь некоторые из последних проблем, с которыми сталкиваются астрономы. Компания AST Space Mobile объявила о развертывании большой фазированной антенной решетки на первом из пяти спутников Bluebird, запущенных 12 сентября, для предоставления услуг прямого доступа к устройству. Антенна площадью около 65 квадратных метров является одной из крупнейших коммерческих антенн на низкой околоземной орбите. Ее размер вызвал среди астрономов опасения по поводу яркости. Радиоастрономы сообщили о помехах на низких частотах от спутников Starlink. Исследование, опубликованное в сентябре, показало, что спутники Starlink V2 Mini производили сигналы намного более сильные, чем астрономические источники. Излучения, обнаруженные в нескольких диапазонах от 56 до 161 МГц, не были связаны с широкополосной полезной нагрузкой на этих спутниках, которая работает на гораздо более высоких частотах, а скорее всего представляют собой излучение от электроники космических аппаратов. Излучения, обнаруженные в нескольких диапазонах от 56 до 161 МГц, не были связаны с широкополосной полезной нагрузкой на этих спутниках, которая работает на гораздо более высоких частотах, а скорее всего представляют собой излучение от электроники космических аппаратов. Федерико Дивруно, менеджер по спектру обсерватории Square Kilometer Array и содиректор CPS заявил, что человечество явно приближается к точке перегиба, когда нужно принять меры, чтобы сохранить небо как окно для исследования Вселенной с Земли. Он отметил, что спутниковые компании не заинтересованы в производстве этого непреднамеренного излучения, поэтому его минимизация также должна быть приоритетом в их устойчивой космической политике. Европейцы решили отправить в космос человека без ноги. Британец Джон Макфол скоро может стать первым астронавтом с ограниченными физическими возможностями. Европейское космическое агентство тестирует паралимпийского спринтера, чтобы выяснить, как условия в космосе повлияют на его протезирование. Потеряв правую ногу в возрасте 19 лет в результате аварии на мотоцикле, британец стал паралимпийским спринтером, завоевал бронзу в Пекине, а позже стал хирургом-травматологом-ортопедом. Джон Макфол принял участие в отборе, пройдя шесть этапов, которые варьировались от многочасовых психомоторных тестов до групповых собеседований. В 2022 году агентство объявило о своем выборе. Будущий космонавт проходит через тесты, направленные на изучение физических возможностей Макфола к движению и стабилизации себя в условиях микрогравитации, а также на влияние космических условий на протез. Когда космонавт работает на орбите, его окружает не просто космос, а идеальная система, где каждая кнопка, панель и инструмент находятся на своем месте. Все от спальных капсул до приборов служит одной цели – максимальному комфорту и продуктивности в невесомости. А теперь представьте, что такой же подход можно применить к вашему офису. В студии RedBarn вышел новый подкаст «В зоне комфорта». В нем эксперты говорят о трендах, технологиях и продуктах, которые сделают пространство комфортным и вдохновляющим. Подписывайтесь на подкаст «В зоне комфорта». Ссылка будет в описании. Запуск межпланетной станции Europa Clipper отменен из-за урагана. Из-за надвигающегося на Флориду урагана Милтон компания SpaceX и NASA решили отложить намеченный на 10 октября запуск межпланетной станции Europa Clipper на борту ракеты Space Falcon Heavy. Запуск должен состояться с площадки космического центра NASA имени Кеннеди. Ураган Милтон на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к побережью Флориды, в связи с чем в районах мыса Канаверал и острова Мерит на восточном побережье Флориды ожидаются сильные ветры и проливные дожди. Команды SpaceX, ответственные за запуск, закрепили зонд, доставленный на комплекс 39А 4 октября внутри ангара SpaceX. Остальная часть персонала центра NASA также начала подготовку к прибытию урагана Милтон. На данный момент неизвестно, когда Европа Clipper отправят в космос, но у NASA достаточно для этого времени, поскольку окно запуска зонда продлится до 6 ноября. Предполагается, что в случае отправки в космос в ближайшее время Европа Clipper достигнет системы Юпитера в 2030 году, где будет использоваться для изучения спутника Юпитера Европы. Предполагается, что Европа содержит огромный объем воды под ледяной оболочкой. SpaceX отправила космический аппарат ERA на исследование астероида D-DIM. Запуск состоялся 7 октября с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. D-DIM стал знаменитым в сентябре 2022 года после того, как зонд NASA DART врезался в меньший астероид системы Dimorphos. Это столкновение изменило орбиту Dimorphos, продемонстрировав эффективность стратегии планетарной обороны, которая может помочь защитить Землю от потенциально опасных астероидов в будущем. «Мы ждем получения сигнала, когда ERA позвонит домой и скажет, что все в порядке, я на пути к Dimorphos, сказал астроном Алан Фитт Симмонс, член команды ERA перед запуском». Ожидалось, что ERA отделится от верхней ступени ракеты Falcon 9 примерно через 1 час и 16 минут после старта, а затем отправит сигнал. Запуск ERA состоялся после того, как SpaceX получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США на возобновление запусков после аномалии, произошедшей на прошлой неделе. Запуск ERA состоялся после того, как SpaceX получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США на возобновление запусков после аномалии, произошедшей на прошлой неделе. В отличие от типичных запусков SpaceX, первая ступень Falcon 9 не вернулась на Землю для плавной посадки. Чтобы запустить ERA, SpaceX пришлось использовать все топливо на ускорителе Falcon 9. Космический аппарат ERA стоимостью 398 миллионов долларов США в сопровождении двух меньших кубсатов под названием Милани и Ювентас должен прибыть к Диморфосу в конце 2026 года, чтобы провести детальное исследование последствий миссии DART. По пути ERA пролетит мимо Марса в 2025 году, чтобы получить гравитационный маневр. Миссия DART сократила орбиту Диморфоса на 33 минуты и, возможно, также изменила форму этого маленького астероида. ERA будет изучать глубину и размер кратера, образовавшегося на Диморфосе от столкновения с DART, и сравнивать изменения в результате удара, если таковые имеются, с результатами раннего моделирования. Тем временем, два кубсата будут изучать структуру Диморфоса, а также его поверхностные минералы и гравитацию, что поможет уточнить модели. Это исследование будет иметь важное значение для понимания динамики астероидных систем и разработки стратегии защиты от потенциально опасных астероидов. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова